Слышен быть в гласе и узре святую икону Матери Божия, на камень и велием близ горы Табынская, у источников одного возрадухася духом, мы же девясь и симопием тисицы. Радуйся, явлення, святые иконы Твоей, и Божия нам возрестившая. Радуйся, чистым сердцем, глас твой святые, и Божия, радуйся, Матери, щедрот и милосердия, радуйся, милости сокрой, чем многоценное. Радуйся, зон, твое твое презирающее, Радуйся, покровом Твоим, нас осеняющая, радуйся, явлення, милость Твоя, посвящая христианские грязи и грады, радуйся, явлення, сердце Твои, сердце наших отрадок, радуйся, похвало Табынская, и всего мира надеждой усвенением. Сначала надо помолиться, потом понять, а затем сделать. Господь Бог вам показывает чудеса, надо Ему верить. Я не верю, я знаю, что Он есть, но чудеса Он показывает всем. Табынская икона Божьей Матери. Это, в принципе, рядом с Магнитогорском, напрямую километра восемьдесят пять. Еще проще, Ликио, в Красной Башкирии. Она творила чудеса всегда и продолжает это делать. Я бы вам, человеком от Бога, посоветовал бы понять чудо Божье. Это нужно сделать. Не верить в чудо – это грех. Пятнадцать дней они штурмовали опорник. Получилось так, что он был ранен. Все, кто был рядом с ним, погибли. А он остался один, и он, прячасься от дронов, в небольшое, ну, короче, попал, что-то типа воронки, и она была завалена деревьями, немножко присыпана землей. И вот он туда заполз, ранен, перетянулся от ран жгутами. Был он контуженный и осколочное ранение. И вот он там пролежал пять суток. И пять суток его украинцы, видя с дрона через тепловизор, видя, что он живой, и они бомбили его. Сначала бомбили просто дронами «Камикадзе», сбрасывали гранаты. Потом начали сбрасывать, «Баба-Яга» прилетает такой, значит, дрон, и сбрасывает тяжелые противотанковые мины, а потом туда прям посылают они дроны «Камикадзе», чтобы его все равно разорвало. И вот шесть дней они его бомбили, и не смогли в итоге его убить. На шестой день, когда он вышел, посадка, в которой он был, ее не было. Была просто ровная земля, даже кустика не было. Вот так Божья Матерь сохранила этого человека, который верил в Богородицу. Случаи... Сегодня очень много у нас пропавших без вести. И вот буквально недавно мы были в одном из храмов, и одна раба Божия пришла, мужа не было два месяца вести. Она ревела, плакала, просила. И мы там неделю находились в этом храме, в конце недели пришла, она сказала, вы знаете, мужа нашли где-то в украинской деревне, раненого, он там без сознания лежал, его нашли, и вот так вот Божья Матерь по молитвам его вернула ей мужа. За какими-то призраками гоняемся, за какими-то благами, за какими-то достатками. Но когда удивительные вещи, вот уже прожил тоже, ну, 50 лет, 52, догоняешь эти блага, берешь их, а удовлетворения нет. Удовлетворения нет. И слава Богу, что Господь так устроил, что у нас нет от земных благ удовлетворения. Если человек хоть мал-мал духовно смотрит на небо, пытается молиться, то он понимает. Что благ здесь на земле-то и нету на самом деле. Что Отечество, наш дом, здесь не здесь наш, а на небе, где нас ждет Отец любящий. Но если мы Христа не встретим здесь на земле, то и туда нас не пустят. А встреча где должна произойти у нас? В поле брани. Наше сердце. В Священном Писании говорит, где есть Царствие и Небеса, внутрь вас есть. Зайдите в свою клеть, закройте за собой дверь, помолитесь Отцу в тайне, Отец в виде тайного сдаст вам явно. Все в Священном Писании есть. Все Господь нам оставил. Оставил нам план спасения. Что нам только нужно? Не лениться, трудиться. Как мультфильм, знаете? Ах и ох. Я всегда говорю своим прихожанам. Ах и ох. Вспомните старый мультфильм СССР. Два соседа были. Один ах, другой ох. Ах. Ах. Все у него, что с ним происходит. А другой скорбь у него, боясь что-то у него произошло плохое. Он ох подскакал, подпрыгнул и поскал. Вот так мы, христиане, должны с вами жить. Радуйтесь, непрестанно молитесь за все благодарите. Ибо это есть воля Божия о вас во Христе Иисусе.